знаете я ожидал все что угодно я ожидал что после этого обновления к нам перенесут первый глобальный апдейт с версии 1.0.0 на конец ноября но в крайнем случае на декабрь но то что произошло в пятницу меня не хил так удивило и будем честным не меня одного помимо релиза первого апдейта для и футбол 2022 который обновляет игру до версии 0 9.1 канале проанонсировали что они переносят первый глобальный апдейт на весну 22 года но обо всем по порядку приветствую вас на канале реалии всех пес и в новом ролике обсудим что же исправила и добавила первое обновление для и футбол и вкратце поговорим о переносе глобального обновления на весну 22 года в комментариях под этим видео я буду ждать ваше мнение по поводу услышанного и в целом всех этих новостей ну и не забывайте поддерживать данный ролик своим пальцем вверх ну и подписываться на канал если вы здесь впервые для начала обсудим обновление сколько оно весит что привнесло и так далее а после поговорим обо всем остальном и так как и обещали конами в пятницу не выкатили первое обновление для и футбол 2022 на ps5 вес обновления составил чуть меньше одного гигабайта на пк 2 и 5 а на ps4 все 17 гигабайт да вам не кажется и на ps4 реально выкатили обновление весом 17 гигабайт вопрос что она исправила что она добавила отвечу чуть позже но по итогу получается что на ps4 игра весит целых 60 гигабайт как я говорил в одном из своих предыдущих роликов данное обновление не добавляет новый контент в игру а исправляет баги предыдущей версии а именно версия 0 9.0 и полный перечень исправлений вы наблюдаете на своих экранах стоит отметить что к нами выделили много пунктов и исправили достаточно много моментов и что касаемо моего личного мнения то по геймплею она заметно я играл в и футбол на ps5 после обновления и хочу сказать что теперь игра стала более плавный пропали эти резкие переходы переходы между таймами стали также плавными в целом стало меньше момент когда во время геймплея проскакивают фризы по fps также сообщается что к нам исправили некоторые анимации где футболисты меняли мимику лица а в частности при открывали рот на ps4 перед матчами и вовсе заменили реальную картинку стадиона на изображение целях оптимизации игры на этой платформе что же касается самого игрового процесса то геймплей стал чуть более отзывчивым и похож на тот что был на пк с установкой геймплейного патча то есть пассы стали более отзывчивыми также как и футболисты и не вынужденных ошибок случается намного меньше чем раньше однако это все еще далеко от идеала и по-хорошему к нами бы работать и работать над этим геймплеем чем они похожи и будут заниматься в ближайшие 45 месяцев помимо обновления к нами выкатили сообщения в котором рассказали игрокам что переносит глобальный апдейт для и футбол на весну 22 года а именно обновление который содержал версию 1.0.0 то есть можно сказать что релиз игры откладываться на весну то есть после двух лет ожидания нам придется ждать еще 45 месяцев чтобы дождаться полноценного релиза игры ну и заранее отвечая на вопрос релиз мобильной версии также переносится на весну то что это обновление перенесут было очевидно чтобы настолько далеко мне кажется этого никто не ожидал и теперь что контент-мейкеры что игроки остаются по сути ни с чем и что ожидать в дальнейшем нам тоже непонятно и мне кажется что данный момент может стать поворотом в серии и футбол и возможно без ведь если разработчики так и не прислушиваться к игрокам то и скорее всего ожидает провал потому что своими действиями конами обратили против себя все комьюнити игры даже самых лояльных игроков которые отмечали плюсы в ефутбол 2022 и в частности меня да я признавал что эта игра ужасная но так или иначе я призывал зрителей относиться более объективно то есть несмотря на то что продукт откровенно плохой находить в нем и плюсы и после такого плевка в лицо я просто не понимаю как к нам еще могут благодарить игроков за терпением как они собираются вознаграждать игроков за это самое терпение что ожидают игроки от канами весной что мы получим и вообще что они делали все эти два года почему после этих нескольких лет ожидания мы продолжаем ждать и ждем непонятно чего не так давно электроники поделились информацию что релиз фифа 22 стал самым успешным релизом фифа за последнее время и я уверен и не я один что этому поспособствовал как раз таки и футбол своим ужаснейшим релизом после которого игроки банально уходят и сериям и переходит на фифу да что уж говорить если под каждым роликом я то и дело что читаю вот перешел на и фифа намного лучше чем и футбол все время играл в пес перешел фифа кайф и как раз таки после таких комментариев у фифа получается один из лучших стартов продаж в истории серии и как раз таки за это нужно благодарить канамин и это тот самый момент когда пора признать что вы разработчики оказались не правы вы стали жертвами своих же амбиций амбиций которые не смогли воплотить в жизнь и пора отказаться от этой затеи с кроссплатформингом и футбол и вернуться к старому без без 2022 ведь понимаете если они перенесли релиз мобильной версии игры на весну то получается что у них еще ничего не готова сейчас я говорю про кроссплатформинг получается что вся эта дорожная карта изначально была вводом в заблуждение и как раз таки этот премиум player pack продавали зная что игра по сути не готова вместе с этим сообщением канами стали возвращать деньги игрокам которые предсказали премиум player pack то есть к нами уже прям таки официально признают что они поторопились с этим релизом и откатывают все назад и тогда возникает закономерный вопрос а стоило ли выпускать игру в таком виде так рано чтобы после полутора месяцев после релиза этой самой игры переносить для нее обновления оставляя игроков банально ни с чем не удивительно что на днях в 2021 появился анонс предстоящего матчдэя и судя по всему до весны и глобального обновления по и футбол 2022 у игроков будет возможность поиграть онлайн в 21 части можно сказать что после этого большинство людей в комьюнити даже самые преданные фанаты теперь выступают против к нами что буду делать разработчики дальше и дотянет ли игра до своего первого глобального обновления покажет только время в комментариях под этим роликом я буду ждать ваше мнение по всей этой ситуации что вы думаете о переносе игры и в целом означает ли этот перенос медленный но верный смерть и футбол 2022 обязательно отпишите в комментариях помимо комментариям не забывайте поддерживать данный ролик своим лайком благодаря чему он будет продвигаться ютубом также как и канал ну а если вы здесь впервые то я бы порекомендовал вам подписаться и прожать колокольчик для уведомлений несмотря на всю эту херню которую делают канами стараемся выжимать контент по максимуму и надеюсь что с этим не возникнет проблем в будущем но у меня на этом все я все благодарю за просмотр этого ролика желаю всем удачи и услышимся в следующих видео всем пока дорогие друзья и и и и Продолжение следует...